Слава Ему за это Я не знаю, если мы так задумывались за Божье долготерпение, часто мы слышим эти слова, но если даже так подумать и поставить себя в такое положение, если кто-то делает какое-то зло против нас, делает то, что нам не нравится, делает то, что нам неудобно, и у нас была бы какая-то сила, чтобы что-то сделать, может, наказать или что-то изменить, что-то сделать этому человеку, но представим, что это группа людей нам что-то делает. И такое может даже количество, как столько людей, сколько на этой земле. И ежедневно, каждый день люди на этой земле как бы делают беззаконие, делают греха, делают много, что неправильное в очах Бога. Но наш Бог, Он любит, Он терпит, и Он дает возможность, чтобы люди к Нему пришли и покаялись. За это действительно слава Ему. Я хотел бы сегодня поговорить о некоторых местах Священного Писания и поделиться своими мыслями, с рассуждениями своими, сказать такое короткое слово о тему о Царстве Небесной и о мире, и не о мире, как бы о вселенной, а о мире, то есть как бы о покое. Первые места Священного Писания, которые я хотел бы прочитать, это будет от Евангелия, Евангелия от Матфея, 10 глава, с 32 стиха до 39. Тут написано так, Иисус говорит такие слова. «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным. И кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того, и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашнее его. Кто любит отца или мать более нежели Меня, не достоин Меня. И кто любит сына или дочь более нежели Меня, не достоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее». Также хотел бы перенестись сразу же в следующую главу, это будет 11 глава Евангелия от Матфея, и прочитаю 12 стих. «Одней же Яна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилие восхищает Его». Слова очень сильные, которые наш Господь Иисус Христос произрек на этой земле. Он говорит, что Он не принес мир, Он принес разделение. И сразу подмечаем, что Иисус Христос делает здесь ударение, что Он пришел на эту землю. Значит, Он пророк необыкновенно, Он пришел что-то иное. Он пришел с другого царства на эту землю принести разделение, принести меч. Меч, который разделяет. Вот если как бы пойти назад, может, 10-15 минут и спросить каждого из нас, и как бы такой вопрос. Мы верим, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы принести мир, принести покой? Я думаю, наш ответ был бы «да», что Иисус Христос пришел на этот мир, чтобы принести мир, покой, устройство, единодушие, какое-то такое хорошее отношение как бы соделать между людьми. И я думаю, мы были бы правы, потому что в Священном Писании написано, вот прочитаю несколько мест, Исайя 9 глава, 6 стих, «Ибо младенец родился нам, сын, да нам владычество, на раменах его и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». «Князь мира» там на английском написано «prince of peace», то есть как бы князь покоя. Матфея 5 глава, 9 стих, Иисус тоже говорит, что «млажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Апостол Петр пишет 2 послание Петра, 1 глава, 2 стих, «благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Апостол Павел тоже пишет Галатам, 5 глава, 22 стих, что «плод же духа, любовь, радость, мир». Мир это хорошая вещь, покой это как бы такое благословение от самого Бога, но однако же Иисус прямо сказал, что Он пришел не принести мир, но принести разделение. Я хотел бы порассуждать над этими словами. Здесь Иисус сразу приводит пример, что разделение, которое будет между людьми, это будет между самыми близкими людьми, у которого человека есть. У его как бы семьи, у родителей, у братьев и сестер. Не то, что как бы говорится здесь, хоть оно как бы и затрагивает, если у нас какие-то отношения с какими-то друзьями или с какими-то знакомыми, или какие-то люди, которые мы знаем, которые на работе, которые не помогают нам расти в Иисусе Христе, должно быть разделение. И может даже как бы такие места в своей жизни, таких людей, которые мы тоже замечаем, которые не помогают нам делать правильное поведение, которое достойно называться поведением христианина. Если мы это видим и мы это знаем по своей жизни, значит должно происходить разделение. Должен меч праведности разделять нас от этого всего. Вспомни даже и 12 стих, который мы прочитали 11 главы Матфея, что там говорится, это с усилием надо приобретать Царство Небесное. Значит, это требует силы, чтобы делать то, чтобы достичь вечную награду. Если так посмотреть на жизнь современного христианина и взять такой очень широкий обзор, то жизнь она как бы такова. Не у всех она как бы действительно так, но вот просто как-то пример возьмем так. Рождается человек, верующий семью. Родители с малых лет берут этого ребенка уже на собрание, учат, что в собрании надо любить, это хорошо, Слово Божие это полезно, и чтобы иметь любовь к Богу. Потом проходит некоторое время, этот человек или этот ребенок начинает уже ревновать о Духе Святом. Проходит еще время, начинает он думать о водном крещении и принимает водное крещение. Потом время проходит, выходит замуж этот человек или женится, и потом дети рождаются. И обратно вот это тот же самый процесс. Дети рождаются, обратно в церковь, обратно учить то же самое, что их учили. И вот этот цикл как-то из поколения в поколение он переходит. И обратно, как я сказал, это очень такой обширный взгляд на это все, но даже задать вопрос. Где в вот этой жизни мог бы человек приявлять какую-то силу, чтобы получать Царство Небесное, чтобы достигать Царство Небесное? Я думаю, это можно даже зайти в тему о водном крещении или о Духе Святом и как бы далее о жизни. Но я как бы больше подмечу о том, что написано в Священном Писании, что есть обязанности у людей на этой земле. Например, у детей есть обязанность, чтобы быть послушными родителями. Есть обязанности у мужей и жен. Жены, написано, что они должны повиноваться мужьям, а мужья должны быть священниками дома. И как священники из своего дома, они должны иметь познание истины, зная и вникая в Священное Писание, прилагая силу к этому, чтобы вникать в Слово Божье. Вот, если могу, приведу себя в пример. Пару недель назад брат мне один позвонил и сказал, будешь говорить Слово в субботу. Это было четверг, как бы немного времени было. Я сказал, нет, как бы не смогу, мало времени, у меня нету слова, нету теми, чтобы как бы что-то подготовить, что-то такое сказать. Потом, после нашего разговора, я так задумался, и мне стало стыдно. Стыдно, потому что если я муж, я отец, я должен быть священник в своем доме, я должен быть в примерном жене своей, детям своим, и у меня нету никакого слова внутри меня, нету никакого вразумления, нету никакого наставления или откровения, какое я могу сказать по Священному Писанию, тогда, значит, какой я христианин. Это значит, я вижу у себя проблему. Мне надо делать разделение в моей жизни, что-то у меня не так. Я недостаточно провожу тогда время в Писании, не молюсь, не провожу время в молитве столько, сколько надо, и даже не беру пост, как заповеданно в Священном Писании. Тогда я понимаю, что, как я уже сказал, должно быть разделение. Должно быть разделение между тем, что я слушаю, между тем, что я смотрю, может, между тем, что я даже принимаю в ежедневной жизни. И оно это показывает мое духовное состояние, что я не прилагаю усилия, чтобы быть таким жалким христианином. Действительно, это нелегко в жизни нашей, братья и сестры. Мы понимаем прекрасно, что каждый день мы несем такую духовную битву. Но если нет разделения между теми вещами, которые будут нас приводить ближе к Господу Иисусу Христу, то нету, не будет никакой победы в этом. Мы всегда будем проигрывать, хоть сколько сил мы не будем прилагать к этому. Обратно, если можно привести так себе пример, когда я за это все думал, и я понял, что у меня сколько времени, когда я провожу в Священном Писании, это тогда, когда, если кто-то предлагает сказать слово Господне, или вот сейчас классы водного крещения начинаются, и когда наша очередь вести эти классы, то тогда я подготавливаюсь, тогда я замечаю, вот в этих двух ситуациях я провожу время в Священном Писании, когда мне выгодно, когда мне надо. Я как бы нечестен самим собой, что я не провожу достаточно время с Иисусом Христом, как я должен. Если кто знает, есть такое правило или такая возможность у студентов в колледжах, американских университетах, называется audit a class. Это значит, что этот студент может записаться на какой-то класс, но он может посещать его, он может ходить туда, он будет слушать учителя, но не будет принимать никакое участие, нету никакого домашнего задания, никаких экзаменов, и в конце этого класса у него будет отметка, что там AU, он делал audit class, и у него credit никакого не будет. Значит, ответственности этот студент за этот класс никакого не брал. И порой оно получается и так, что мы сидим и слушаем христианские уроки с этого места, которое нам преподают, но мы не берем никакой ответственности. Но отметка в конце нашей жизни, она действительно там будет. И куда она будет доступ допускать? Вечную жизнь или вечную смерть? 38 стих Матфея 10 глава, которую мы прочитали, там написано, что надо брать свой крест и нести его. В Библии нигде не написано, что жизнь, она будет легка. Надо делать разделение. Ефесянам 6 глава, 14-18 стих, там написано так. «Итак, станьте, припоясав чресла вашей истинною, и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть в Слово Божие, всякую молитву и прощение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяком постоянстве и молением о всех святых». Мы крещены духом святым. Дух святой является оружием для нас в этом мире. Но мы знаем и понимаем, что оружие, оно не дается тому человеку, который не готов идти на битву. Оно дается только тому, который готов уже сражаться. И мы должны, как я уже сказал, сражаться в этой духовной битве, которую мы всегда проходим каждый день. Чтобы мы, когда придем уже к конце нашей жизни, мы могли сказать те слова, которые апостол Павел написал в 2-е послание Тимофею, 4-я глава, что «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день Оны, и не только мне, но и во всем возлюбившим явление Его». Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы мы, действительно, помня эти слова, которые мы слышали, что делая разделение в жизни нашей, мы прилагаем это усилие, о котором Иисус Христос говорит, что с усилием надо приобретать Царство Небесное. Но обратно, без никакого разделения мы никакое Царство не приобретем. И да помог бы нам Господь всегда бодрствовать над этим Словом, всегда помнить Его, чтобы всегда Слово Господне жило в нас, чтобы мы всегда пребывали в Нем, всегда время проводили с нашим Господом и не забывали Его истину в жизни нашей. Помолимся. Редактор субтитров А.Семкин